В общем, смотри, комментарий к вот этому абсолютно распространенному вопросу, то есть это просто встречается на каждом шагу. И самое печальное, что таким образом ты можешь потерять девушку, которая тебе очень сильно нравится, с которой ты можешь потом создать семью. И то, что человек попал в друзья, оказался в друзьях, то есть как бы это не дождь, не снег, который с тобой случился, это ты сам благодаря своим усилиям, либо не усилиям, наоборот, то есть неправильным поведением. Причем здесь очевидно, какому, я сейчас расскажу. Ты оказался в этих друзьях. Но в твоем случае эта ситуация абсолютно поправима. И опять же я скажу почему, потому что она продолжает поддерживать с тобой контакт и хихикает, как там дальше написано. Сейчас я все это прокомментирую. Поправимая ситуация. И если бы я мог вселиться в тебя, в этого человека, который оказался в этой ситуации, то прям легко произошло бы так, что уже на следующей же встрече у вас с этой девушкой состоялся бы секс. Вы бы сблизились, вы бы перешли с, скажем, разрядов друзей в разряд мужчина-женщина. Итак, значит, вкратце были встречи, часовые звонки и видел почти голые. То есть вы по часу разговаривали. Это показывает то, что девушка очень сильно заинтересована. Видел почти голый, не вживую. То есть она тебе присылала фотографии или показывала, где... То есть это не просто намек на секс. Она вот так кричит. Секс! То есть пойми, что женщина не будет никогда проявлять инициативу. Ну то есть значит с ней что-то не так. Либо ты там, не знаю, Лионель Месси, а она какая-нибудь там обычная ПТУшница, там из Ульяновской, не знаю. То есть она тебе кричала, чел, вот я, все, давай, бери уже меня. Но она не будет сама этого делать. Много очень информации от нее. Секс-предпочтения, всякие там болячки. Она тебе рассказывает, она уже не знает, как напрямую тебе сказать, эй, алло, проснись, я готова, я хочу тебя, ты мне нравишься. Мой косяк к киноэстетике конкретной не было. И как ты понял, френдзона объявилась. Объявилась, потому что ты ни хрена ее не трогал, не флиртовал, не переводил общение в сексуальный какой-то контекст. Теперь обсуждаем ее и мои свидания, кто, кого и где. Ну и там дальше ненормативная лексика. Но покоя не дает мне она, запало мне. Говорю как мужик, что я, вот, важно, говорю как мужик, что я от нее хочу. Но в ответ слышу, что я друг, хихи, с друзьями не занимаются сексом. Как мужик? Ты не как мужик, ты как задрот, последний конченый задрот, который при этом как бы перекладывает ответственность на женщину за сближение. То есть ты говоришь, я хочу от тебя секса. И что? И она такая должна сказать, а, ну пойдем, никогда такого не будет. Она наоборот будет говорить, не надо что-то и так далее. То есть она, наверное, сидит и думает, какой же ты дебил. Перестаньте быть дебилами. Это элементарная ошибка, которую вы совершаете из раза в раз, хотя об этом все время говорю. Я ей говорю как мужик. Ты не как мужик, ты как задрот, который хочет перевести на нее ответственность, ждет от нее зеленого сигнала светофора, говорит, что я от нее хочу. Не надо говорить, вот в чем ключевая ошибка. Не надо ей говорить, что ты от нее хочешь. Нужно сближаться, нужно целовать, нужно трогать, нужно обнимать. То есть нужно разрешить себе это делать. Понимаешь? Разрешить. И как бы косяк в чем? Тут уже, ну хотя я еще не дочитал, дальше сейчас будут комментарии. Первый косяк, что ты ни хрена не понимаешь, как устроена женская голова. То есть как бы ты не понимаешь, что они не хотят и не будут брать на себя ответственность за секс. Они никогда не будут проверять инициативу. У них есть определенные страхи. То есть тебе абсолютно точно нужен первый модуль моей системы. Модуль позиции сверху, настоящие правила игры. Дальше. Ты говоришь, я не могу себе разрешить. То же самое. Там про мужские страхи. Почему мужские страхи, да? То есть как бы почему же мужчина там боится потрогать? Как с этим быть? Как это преодолеть? Потому что это элементарная истина. Тебе страшно ее потрогать, потому что она неминуемо в той или иной степени скажет, ну нет, не надо там что-то делаешь и так далее. Это как бы неприятно. Но еще неприятнее оказаться в друзьях и потом ходить и слушать, как она тебе рассказывает, как она общается с другими мужчинами. Это тупость. Соответственно, второе, что тебе нужно, тебе нужен модуль моей системы про свидание. Там же еще мы решили добавить, и это самое главное. То есть мы сейчас, я нахожусь в студии, в которой мы снимаем кинестетика и прикосновения, обновленный вариант, то есть как прикасаться, трогать девушку, там как ее возбуждать, как все про тело, про кинестетику, то есть от первых минут знакомства до уже пика свидания. То есть это тоже тебе нужно. И мы решили добавить в распродажу, в мою систему, еще и модуль, новый обновленный модуль про кинестетику. Она будет тоже здесь, и по ссылке под этим видео ты сможешь в самое ближайшее время ее купить по супер халявнейшей цене, потому что это курсы, которые просто меняют жизнь. Они переворачивают твою жизнь, то есть они реально спасают человечество. Вот здесь я могу сто процентов, как бы будучи абсолютно, может быть там скромным человеком, сто процентов доказывать, что эти курсы просто переворачивают твою жизнь с ног на голову. Вот, то есть я ей как мужик говорю, что она хочу, она в ответ хихи, с друзьями не занимаются сексом. Но она с тобой встречается. Почему я говорю, эту ситуацию можно поправить? Она смеется. Она говорит, ну с друзьями же не занимается сексом. Ну друзьями-то тебя никто не, ну как сказать, официально не назначал. Тебе никто не дал медаль какую-то, не сказал, вот теперь вы друзья. Блядь, черт. Это ты сам в своей башке просто так решил. И послушал, поверил в то, что она говорит. Ощущаю себя подружкой как будто. Как исправить? Конечно, и правильно, и так тебе и надо. Если ты, блин, ведешь себя как задрот. Если ты никак не можешь разрешить себе проявить свои нормальные, естественные сексуальные желания. И она только этого и ждет. Там куча намеков. Там не намеки. Она реально кричит в рупор. Эй, вот мои фотки. Я хочу тебя что-нибудь сделать, дебил. Понимаешь, как это работает? Бедная женщина. Мне действительно очень просто крайне по-человечески жалко. Заходи. Как исправить ситуацию? То есть смотри, там есть момент про... Переодевайся пока, да. Про игнор. Какой нахер игнор? Вы смотрите этого человека, который вам рассказывает про игнор. Ну это же тупость. Ну игнор. То есть ты сейчас как бы сольешься, просто пропадешь. И что? И она такая подумает, а куда же это он пропал? Ничего не изменится. Почему эта стрёмная фигня? Игнор не работает. Потому что это абсолютная тупость. Ну хорошо. Она придет такая и скажет, что ты меня игноришь? То есть она решила сама как бы с тобой сближаться. Но все равно же ты же должен там будешь как-то ее переместить. Распустить там в хорошем смысле слово руки, да, и так далее. Если ты этого не сделаешь, как тебя спасет этот игнор? Продолжить так же общаться, что-нибудь, глядишь, и получится. Конечно получится. Ты будешь приглашен на свадьбу, наверное, как друг. То есть будешь смотреть, как какой-то мужик с этой женщиной там уже организовывает семью. Вот что у тебя получится. Поэтому, чтобы ты перестал тупить, как и вы все, продолжать делать одни и те же ошибки, здесь внизу есть ссылка для спасения. Просто берешь по распродаже, покупаешь всю мою систему, поочередно внедряешь все эти модули. То есть, чтобы понимать, почему она так себя ведет, чтобы знать, как самому себе разрешить это, как там себя вести таким образом, чтобы это было плавно и встречало минимум сопротивления с той стороны. И будьте счастье, здесь ссылка под этим видео. Плюс, там есть киноэстетика, которую мы будем снимать вот с этими людьми. Женщина куда-то делась, которая только что пришла. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok